Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 мая. И вот вчера я начала рассказывать вам о своих огурцах у ранних, о первом уходе, который я делаю огурцам. Я сказала, что я их сейчас подвязала. Раньше не подвязывала, потому что было холодно, они в растилд лежали. Потом я их сейчас буду формировать. И говорила о первых подкормках. Вот вчера я сделала опрыскивание эпином, просто чтобы поддержать эти растения. Но он антистрессовый, помогает пережить вот такие длительные периоды похолоданий. А сегодня я буду говорить о том, чем же можно подкормить ослабленные огурцы. У меня в первом, в самую первую очередь, я должна говорить о том огурце, который вот, видите, коротышка, он не развился. Только потому, что ему не удалили первые завязи, я вчера показывала. И вот выкармливая изо всех сил в сложный холодный период вот эти свои огурчики, он отдал им все силы. И сам куст не успел вырасти. Когда другие соседи вымахали вот такие, он, короче, вот получилось так. И в первую очередь нужно подкармливать вот такие огурцы. Если вы видите, что он остановился в росте, что у него желтые листья, возможно, мелкие, такие не выглядят бодрыми, сочными. Вот у меня листья хоть и неплохие, но все равно, видите, у них немножко как желтоватый оттенок. Это от продолжительных холодов. И в этот период, я-то, конечно, развела подкормку только вот из-за этого карлика, чтобы его как-то восстановить. Я потом покажу вам, вырастет он или нет, или он окончательно себя загубил вот этими первыми завязями. Я больше чем уверена, если бы я отщипнула первые огурцы, то кустик бы вырос наравне вот с другими. Но получилось, как получилось. Я там и не проверяла, есть ли у него огурцы, если честно. Мне было не до этого. Были холода, морозы, надо было спасать томаты в теплицах. И все. Но теперь вот раз тепло, у меня забот уже поубавилось, я ночами уже не встаю, по три раза не проверяю, что замерзла, что нет. Теперь я добралась до огурцов. И раз я развела подкормку, то я поливать буду всех. И вот этих, и маленького, и большого, потому что она лишняя не будет. Для подкормки я выбрала самое простое, натуральное, что вот я вам говорила вчера про что. Это вот гуминовое удобрение. Но оно не только гуминовое, оно комплексное. Если мы прочитаем состав, то тут гумат, калия, азот, фосфор и калий. И вот азот, который тут в большом, ну как в большом количестве, в превышающем, он как раз вот в такой весенний период, когда нужно именно нарастить зеленую массу, он незаменим. Подкормив азотом вот эти вот огурцы, я увижу через несколько дней, что у них позеленеют листики. Вот тот вот коротышечка может быть тронется в рост, я надеюсь. Но тут кроме этого еще есть все микроэлементы, которые нужны. Это тут и калий, и медь, и железо, и бор, и марганец, и цинк. Короче, это будет комплексное удобрение. Раз оно жидкое, вот такое черное, это значит оно натуральное удобрение. Им невозможно навредить, им невозможно сжечь. Я буду делать корневую полив, но можно ее сделать и по листу. И про эти удобрения я говорила, что они в каждом регионе есть свои. У нас вот это изготовлено прямо в Бийске, на предприятии, на каком-то там, я даже не знаю на каком. Ну, короче, это местное. Их обычно далеко не везут. И в каждом регионе есть свои такие удобрения. Можете выбрать любые, которые по составу, чтобы был и азот, и фосфор, и калий, гумат калия, и набор микроэлементов. Это вот жидкие удобрения, они у нас не дефицит. И вот эти удобрения, они не повредят, они вреда никакого не приносят. Так, дальше. Мы разводим, все спрашивают, как разводить. Я развожу всегда по инструкции. Здесь инструкция написана 0,25 мл на 10 литров. Раз я делаю всегда меньше, я вот делаю пятерку, потому что у меня небольшая плантация. Видите, что у меня совсем мало. Это именно для раннего урожая, 7 штук у меня. Я налила 5 литров воды, добавила 2 ложки концентрата, и я поливать сразу не буду, потому что вода немножко холодненькая. Не буду дополнительно им стресс делать. Они и так слабенькие, вот только-только пережили холода. У меня сейчас вот эта баклажка постоит на солнце. Я подойду, потрогаю, как почувствую, что она теплая. И я разделю просто эти 5 литров на всех поровну. Приходится примерно по 1 литру на куст будет, но предварительно они у меня политые. Видите, вот влажная земля. И прям под корешок по 1 литру я полью. Это будет первая подкормка, такая, как поддерживающая. Именно для того, чтобы начался рост, наращивание зеленой массы, чтобы укрупнились листья, чтобы они позеленели. Ведь только когда огурец нарастит, вот хороший листовой аппарат, вот саму эту плеть, только тогда он сможет полноценно выносить завязи вот эти, сформировать огурцы такие, чтобы они были большие. Кошка везде за мной ходит. Надюша, большие такие объемные огурцы тогда получатся. Потому что, как вы поняли со вчерашнего видео, маленькая плеть, маленький огурец, ему не по силам выкормить здоровых огурцов. Все. Кто не видел вчерашнее видео, или кто не видел, как вот эту вот я выращивала рассаду, как высаживала. Кстати, я высаживала лежа огурцы, вот некоторые спрашивают, можно ли я заглублять. Я высаживала лежа, как бы немножко вот эти прикопанные листья сейчас буду убирать. Смотрите, стебель, такие уже корни нарастил огурец. Огурец прекрасно образует вот эти корни дополнительные. Вот сейчас еще покажу. Видите, вот здесь вот, видите, вот эти пупырышки. Он еще хочет образовать корни. Если бы я его лежа дальше закопала, он был бы еще сильнее. Ну все, сейчас кошка все удобрит. Кыса. Ладно, до свидания. Я все вам рассказала. Буду делать подкормку. Я извиняюсь, конечно, что при вас не поливаю, но это все ясно. Я возьму пятерку, когда будет теплая вода. Все равномерно разолью и все. Сегодня я повыдергивала траву. Сейчас полью. Еще их сформирую. То есть уберу лишние усы и лишние листья старые. И все, на этом мой первый уход будет закончен. Дальше они будут, благодаря теплу, благодаря солнцу, благодаря подкормке, начнут расти, начнут свисти. Примерно через неделю потом я еще раз покажу, чтобы показать вам изменения. Выросли ли, ну как, увеличились ли они, позеленели ли листики вот эти вот. Вот запомните, в каком они сейчас состоянии. Видите, немножко как желтизна все равно проступает. Все-таки им было очень холодно. Все, до свидания. Продолжение следует...